Приветствую вас. Конечно, немного шумбурно вы написали свой текст, то есть вроде бы 4 месяца вы общаетесь с молодым человеком, но как-то вот все ваши слова, все ваши сведения о нем, они как бы идут из того вот самого вечера или того самого дня, когда вы сидели за столом, да, и он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, да, вам говорил какие-то вещи, которые вы по понятным, на мой взгляд, причинам воспринимали близко к сердцу, вот, и, соответственно, теперь из-за этого вы переживаете. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Я постараюсь дать вам какие-то комментарии, рекомендации. Итак, помогите, пожалуйста, разобраться, правильно понять молодого человека 40 лет по отношению ко мне. Вы знаете, обычно, когда люди задают вопрос, помогите понять другого человека, да, то есть помогите понять не меня, я хочу понять, не то, что связано со мной, а связано с другим. Это говорит о том же, что сам человек, ну, в некоторой степени находится в невротическом состоянии, невротическое состояние, состояние вытеснения, когда человек вытесняет свои желания, но при этом они никуда не деваются, они по-преднему остаются с ним, но он не может эти желания увидеть свои, не может проанализировать то, что чувствует, и соответственно оперирует такими вот довольно отвлеченными терминами, отвлеченными категориями и так далее. Если вы не можете кого-то понять, это значит, что вы не понимаете себя, вы не понимаете, чего вы хотите. То есть, да, в общем и целом вы знаете, наверное, чего вы хотите, но лишь идет скорее о именно желании, то есть желании чего-то. Может быть, вы и знаете, чего вы желаете, но как это удовлетворить правильно, вот этого вы, скорее всего, не знаете. Итак, дело в том, что я общаюсь с молодым человеком не 4 месяца, если вы общаетесь с молодым человеком 4 месяца, то как именно вы общаетесь с ним, как это происходит? То есть, вы проводите, может быть, время с ним вместе, вы встречаетесь, у вас есть что-то общее, как именно вы проводите, как именно вы общаетесь, как именно у вас формируется контакт друг с другом. Это такая очень важная деталь, на которую я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, потому что дальше, вот дальше, то, что вы пишете, да, то, что вы описываете дальше, это немножечко вступает в противоречие с тем, с тем, что вы пишете, с тем, что вы описываете. Вот. Я поясню обязательно, почему так, я поясню обязательно, что я имею в виду, но пока вот нужно понять, как вы общаетесь с этим молодым человеком. Дальше. То есть, на меня он обратил внимание на похоронах моей мамы в феврале этого года. Ну, я выращаю вам соболезнования в связи с потерей вашей мамы. Вот. Как психолог, я вынужден спросить у вас, как вы переживаете этот момент. Вот. То есть, нет ли у вас трудностей каких-то, переживания этого аспекта. Вот. Я считаю, если трудности есть у вас, то с этим можно помочь с трудностями. То есть, может быть, чувство вины, может быть, что-то еще имеет место быть. Вот. А в любом случае, если вы чувствуете, что какая-то проблема, если вы чувствуете, что вам как-то сложно и тяжело, то я полагаю, что в этом можно вам помочь. Потому что, люди достаточно часто испытывают какой-то вот дискомфорт, да, после смерти своих близких родственников. Вот. Может быть, чувство вины, чувство потери, также растерянность и так далее. то есть, в общем-то, довольно много может быть вариантов здесь. Я просто хочу, чтобы вы немножечко подумали, может быть, проанализировали то, что вы чувствуете и если есть необходимость, если есть необходимость, то обязательно этот момент можно проработать. Ладно. Вот. Дальше идем. Значит, так. Сам проявил инициативу, предложил помощь, так и стали общаться. Как вы получали от него помощь, в чем помощь вам молодой человек предложил, это тоже очень важно. Проблема в том, что он является мужем моей племянницы, моей сводной сестры дочи. Она моя ровесница, а вам сколько лет. но отношений у них нет лет шесть. То есть этот молодой человек является мужем вашей племянницы, у которой есть проблемы, да, с алкогольной зависимостью, и у которой нет отношений с этим мужчиной уже лет шесть. Откуда вы интересно об этом знаете? Ну, наверное, он вам сказал. Проблема в том, что каждый человек, он по-своему воспринимает, я бы сказал, да, по-своему воспринимает отношения как таковые, то есть для кого-то отношения могут быть там одним проявлением, для кого-то отношения могут быть другим проявлением на ход. Соответственно, что такое нет отношений уже шесть лет, каких отношений нет, это тоже нужно обязательно разбираться с этим, потому что тут может быть игра такая, игра понятий, даже причем игра понятий неосознанно, то есть не надо думать, что вас там кто-то пытается обмануть специально. Так, значит, молодой человек проживает в их совместной квартире, есть дочь, но официально не разведены. а почему они разведены, если шесть лет нет отношений. У его жизни алкогольная зависимость. Ну, опять же, знаете, алкогольная зависимость, да, неприятна, безусловно. Алкогольная зависимость, да, плохо, конечно, плохо. Это понятно. Но это лечит. Алкогольная зависимость лечит. У алкогольной зависимости как бы есть свои причины, и если жена этого человека страдает алкогольной зависимостью, значит, у них в отношениях произошло что-то такое, что заставило эту женщину пить. Я не говорю, что в этом виноват мужчина, однозначно, но если мы с вами согласимся с тем, что за отношения ответственные два человека как минимум, то возникает вопрос, на мой взгляд, довольно такой важный вопрос, что привело женщину к алкогольной зависимости, что заставило ее употреблять. Дальше, теперь ситуация такая, что он боится родственников рассказать, что мы общаемся. ну, здесь момент какой, значит, сразу скажу вам, что я понимаю ваши чувства, вполне хорошо понимаю их, вот, понимаю, что неприятно, да, что молодой человек вот так вот не хочет афишировать то, что вы общаетесь, но, понимаете, по большому счету, именно по большому счету, это говорит всего лишь о том, что мужчина довольно слабый, в плане того, что он не готов нести ответственность за, например, себя, он не готов нести ответственность за свою жизнь, не готов заботиться о себе, он не готов делать что-то для себя, он не готов может быть даже жить хорошо, знаете, это человек, которому стыдно, человек, которому стыдно, он не принимает себя, опять же, если человек себя не принимает, то, соответственно, он скорее всего, скорее всего, он не принимает их других, других, и я, опять же, не хочу забегать вперед, но то, что он не принимает себя, может сказываться негативно на его жене, как раз таки, понимаете, и если это действительно так, если действительно это сказывается на его жене, то мы получаем ответ на вопрос, почему она было употребляет алкоголем, вот, еще раз повторюсь, что я не хочу убежать вперед, вот, но тем не менее, тем не менее, это такой мужчина, да, он нерешительный, он не готов бороться, не готов защищать себя, он не готов защищать это всеми дорого, не готов как-то стараться свою жизнь улучшить, да, как-то сделать так, чтобы это была хорошая жизнь. Мужчина склонен к чему? К страданиям, да, к переживаниям, к боли, к принижениям, себя, себя, он себя принижает, в первую очередь, таким образом, он принижает именно себя, таким образом, он принижает себя и уже, уже вместе с собой он уже принижает других людей. Вот так вот. Дальше. Значит, мне доказал, чтобы я своей не говорил, а он якобы своей жене никогда не рассказывал. Она, а если живы, знаете, я не очень понимаю, о чем идет речь. муж, то есть, вы с ним кто? Вы как пара общаетесь? Или вы общаетесь как друзья? Если он с вами не сближается, как вы говорите, то не очень понятно тогда о каких вас мужчина никогда не расскажет. То есть, кто вы-то? Вы-то кто? непонятно. Понимаете? Нет вас. Либо вы все-таки есть, но вы что-то не договариваете. Тогда знаете? То есть, вот ситуация, она такая немного противоречива здесь. Понимаете, о чем я говорю. Дальше. Вот это слово никогда меня убило. Получается, он намекает, что будущего у нас нет. Так, а он когда-то вам что-то обещал? Он вам обещал какое-то будущее, что вы ожидали от него какой-то реакции, каких-то ну я не знаю, может быть шагов каких-то или что-то в этом роде. Откуда ожидание-то, что что-то будет? Откуда у вас ну убеждение, что он вам что-то там должен и он вам что-то будет давать. На чем эти ожидания у вас выстроены? Как бы. Дальше. Это слово никогда меня убило. Получается, он намекает, что будущего у нас нет. Мужчина не только намекает, что у вас нет будущего. А вот. Как бы не то, что будущего. нет. А мужчина говорит о том, да, что ему на данный момент неприемлемо с вами быть в отношениях вообще. Он не готов ему как-то развестись нужно. сперва. Чтобы, чтобы, ну, чтобы с вами в отношениях быть, а он знает, что он не разведется. Вот. Поэтому о том и речь как бы. Это не означает, что у вас нет будущего не будет. Но проблема в том, что вам никто ничего не обещал. Знаете, какая штука? Вот. Вам абсолютно никто ничего не обещал. А у вас откуда-то взвелись ожидания? И вот как бы откуда у вас ожидания взвелись? по моему взгляду это очень такой важный момент. Откуда у вас велись ожидания? Вот. И когда это все было, потому что вы говорите, что вот вы пишите, что значит тут же немного выпив, он говорит, что чтобы я еще раз женился, то никогда и ни за что тоже немного выпив, это когда? Если вы говорите про вот это вот мероприятие, да, когда вы были на поминках своей мамы, например, то непонятно, как вы тогда общались четыре месяца. То есть что было за эти четыре месяца. Понимаете? Вот. Непонятно, что было за эти четыре месяца, что происходило, что произошло за эти четыре месяца, как бы, вот. Что имело место быть за эти четыре месяца? Потому что сейчас вы говорите только о том, что происходило непосредственно получается на этом вот мероприятии. И все. Но человек тогда вроде бы как вас не знал. Человек тогда вроде как с вами только-только познакомился. Вот. И естественно, естественно, он вам так говорит, потому что у него, вероятно, нет к вам привязки, допустим. Именно к вам привязки нет. Пока еще не было. Вот. Он, вероятно, себя пытался себя как-то защитить от возможных связей с вами, потому это ему ему хотелось, ему хотелось и, скорее всего, хочется до сих пор с вами там быть. Ну, или, может быть, не с вами, а просто быть с кем-нибудь, потому что, объективно, жена ему не дает там никаких вообще радостей жизни. Вот. Знаете, такая штука. И тут-то вот момент, на мой взгляд, самый важный. Как бы, где связь между тем, чего хотите вы, да, и связь между тем, что есть на самом деле. порядок заключается в том, что вы такое впечатление, что вы сбиваетесь с повествованием. Сбиваетесь с повествования своей проблемы. Дальше. Дуже немного выпив, не говорить, значит, если никогда не женится. Кто же меня выбил из коллеги, почему вас это выбило из коллеги, когда вы с ним только познакомились. Это тоже всего рода подтверждение того, что вместо нам не быть. Так, если вы только познакомились, то он еще не знает, будете вы вместе или нет. Это невозможно. Я понимаю, что он обещал к себе не спешит с трёхным отношением, но к чему он все это говорит? Ни к чему. Если мужчина видит вас впервые, и если мужчина с вами вот только познакомился, то он просто выплёскивает свой негатив на вас на самом деле и всё. То есть там нет никакой подоплёки, нет никакого кондектора, просто выпивший человек, нежзятный человек, выпивший нежзятный мужчина, который испытывает в общем-то серьёзные трудности в жизни. Вот. И как бы всё на самом деле. то есть больше там ничего нет. Если мужчина вам вот это всё рассказал только на встрече, первой, первой встрече с вами, которая была, то он вас не знает. И вёл он себя с вами именно так, как вот, ну, как ему хотелось. То есть он рассказывал вам свои какие-то вещи, свои какие-то переживания, свои какие-то мысли по вот этим вот поводам, которые его беспокоили. И всё. Он не готов был тогда воспринимать вас как свою будущую женщину. но он справедливости ради и не мог этого сделать никак. То есть вы не знали друг друга настолько, чтобы воспринимать вас именно так. Понимаете? Вот. А вы, вы, вы этого почему-то от него ожидаете, что он сразу будет вас воспринимать как ну вот уже свою женщину. Как будто бы не отдаваясь связи с шерстом, что для этого нужно время. И четыре месяца для взрослого сорокалетнего мужчины это в общем-то вполне может быть мало. Опять же непонятно какое у вас было общение. вот. Я понимаю так. не знаю что и думать. Может моя реакция хочет нет. Скорее всего просто надо выговорить чтобы было. Тут же за столом опять тут же за столом как связано с четырьмя месяцами не очень понятно. Вот. Тут же за столом значит сидели он мне говорит что может меня познакомить со своим знакомым другом он говорит что мне надо сватать я говорю спросил за кого он ответил за него я думал опять же себе противоречит не застыковка идет спросите но если человек выпил если он в алкогольном опьянении то естественно что он ну не изображает далеко не всегда как бы отдает себя счет том что он говорит и скорее всего что вы ему понравились скорее всего что он хотел бы быть с вами но внешние обстоятельства ему не дают вот и все то есть никаких не застыковок на самом деле нет абсолютно никаких не застыковок нет есть просто мужчина который встретил женщину которая опять же ему приглянулась которая которая ему было приятно которая ему была может быть и есть приятно общаться и он ей рассказал все что его беспокоит на данный момент так вытекает из того что вы описываете в своем тексте то есть так это вытекает из того что вы встретились где-то выпили и он там может быть не очень нам давая себе отсчет да в том что происходит начал что-то говорить и так далее и так далее и так далее но вы же это все воспринимаете как будто слишком всерьез и прямо сразу с первой встречи уже воспринимаете его как потенциального партнера своего вот далее то есть здесь у вас у вас какая-то очень сильная потребность в мужчине рядом я бы хотел вот чтобы вы подумали от чего почему такая потребность такая ярко выраженная у вас потребность в мужчине в чем вы нуждает вот именно вы в чем нуждает конкретно что вам нужно знаете вот помните я говорил вначале что вы пытаетесь понять его а действительно нужно понимать себя чем обусловлена ваша такая реакция на его поведение вот чем она обусловлена эта реакция почему она у вас такая почему вы так отреагировали на в общем нормальные слова мужчины вот которые ну да ничего не обещали вам но они не должны были как бы ничего обещать обещали получается что вам что-то нужно и получается что нужно что-то очень сильно вот вопрос в том что какая стоит потребность за этим ведь любви то никто не говорит как я понимаю а еще мне говорит что я обаятельная это да но привлекательная не назову это разве не одно и то же нет обаятельная это когда человек своим общением своим внешним образом располагает к себе человека а привлекательность это скорее соответствие соответствие каким-либо критериям уже субъекта то есть для одного вы можете быть привлекательны для другой вы можете быть непривлекательны то есть это все-таки разные вещи вот что он мог иметь ввиду под обаянием и непривлекательностью то что внешне или по общению по поведению он не находит вас привлекательны то есть может быть имеется ввиду что вы например не его тип и не его типаж допустим вот но при этом вы умудрились расположить его к себе и именно поэтому он и назвал вас обаятельным то есть у вас получилось расположить его именно к себе вот дальше я думал это одно и то же нет не одно и то же сейчас теперь в догадках и в расстройстве а почему почему из-за чего как можно девушке сказать что она обаятельная но привлекательная не назвать но мужчина был пьяный и скорее всего не воспринимал вас как девочку нет это не нормально но если только если только значит если только человек находится в трезвом уме а ваш мужчина не был в трезвом уме поэтому да для него это нормально тем более что у него жизнь явно не сахар и явно не гладит его по голове вот видимо МЧ во мне заинтересован никакой любви и нет но опять же непонятно вы делаете выводы о наличии или отсутствии любви только по тем словам которые мужчина вам сказал в день вашего знакомства на печальном мероприятии находясь под действием алкоголя и вы говорите про любовь а мне кажется это немного поспешно алкогол любовь она ведь сразу не возникает любви ведь нужно время чтобы появиться более что ваш мужчина это не подросток который может сразу моментально влюбиться и и все ваш мужчина это уже достаточно взрослый человек древний человек любовь вырастает для того чтобы любовь выросла нужно время нужно общение нужно взаимодействие вы не сказали опять же как вы взаимодействуете сейчас молодым человеком вы не сказали об этом как и момент здесь такой что опять же непонятно чего вы ожидали и почему для чего вам вот это все нужно зачем вам любовь что она должна вам дать и так далее знаете мы говорим о человеке у которого у которого свои интересы своя жизнь свои проблемы свои трудности да и мы говорим о вас у которой есть свои свои желания так что вы будете делать вы будете удовлетворять свои желания максимально адекватно или вы будете ориентироваться на человека у которого есть свои проблемы и который вам ничего не обещал в надежде на то что может быть он ваши желания удовлетворить вот что вы будете делать что вы выбираете я полагаю что именно из вашего выбора отталкиваясь точнее о ваш выбор и можно собственно говоря уже дальше думать как вам себя вести и что вам делать потому что пока пока я уже сказал да не очень понятно как это было хронологически не очень понятно почему вы ожидали от мужчины того-то 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 вот как вы общаетесь сейчас хотите ли вы себе такого мужчину который настолько слаб что боится рассказать о как я понял пока невинном общении между вами понимаете какая штука если вам какой мужчина нужен то хорошо но попробуйте тогда попробуйте тогда представить себе какую вы позицию будете занимать с ним представьте себе что вас ждет я сейчас не я не пугаю сейчас нет не пугаю я просто говорю чтобы вы представили немножечко то куда вы вообще идете куда вы вообще движетесь вот чего вам хочется к чему вы идете сейчас вот в данный момент времени понимаете вот и подумайте о том то ли это что вам нужно или или нет как бы как бы вот так я думаю можно ответить на вопрос на ваш надеюсь что помог вам если остались какие-то дополнительные вопросы у вас пишите в личку а я вам буду помочь надеюсь что ситуация прояснится вот надеюсь что вы найдете выход из нее вот но я вам желаю всего самого доброго и удачи 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 удачи